А сейчас мы находимся на неиспользуемой линии по маршалу Мерецкого, а также улице Антикайнина. Это перекресток с Александра Невского. Как мы замечаем, данная троллейбусная линия находится в исправном состоянии. По идее, хоть сегодня можно здесь поехать. Но всё упирается в закрытие мостов, которое, скорее всего, организовано специально в обе маршрутчиков, дабы убить троллейбус побыстрее. Привык ходить быстро, если что. Подпиточка. На Яндекс-Картах вы можете найти подстанцию, которая питает и данную троллейбусную линию. И, конечно, не спрашивают. Камеры в широкоугольном формате не снимают. Поэтому, что видите, то видите. Кстати, где-то отсюда была снята фотография Бориса Семенова с этим домом. Как мы видим, особо ничего с тех времен не поменялось. Ну, кроме магазинов. И забора. Ну, и, соответственно, автомобили и всяких таких деревцев. Для чего же я записываю данное видео? Не знаю, просто так. Может, просто для того, чтобы показать сохранность троллейбусных линий в городе Петрозаводске, по которому никто не ездит. Физически здесь действительно, я так думаю, проехать можно. Так как официальными сведениями о возможности здесь проезда я не имею, именно о том физическом. не из-за того, что запретили с 25 декабря, а именно физическая возможность. Ну, мост бы и не развалился и сейчас. Как мы видим, подвеска на мосту выполнена не продольно-цепной подвеской, а подвесами, двухплечами. Теми, что у нас выполнена подвеска на Ленина, в проспекте, если что. А также улица Куйбышева и улица Правды. Также здесь, кажется, каскад бывшей Петрозаводской Малой ЭГЭС. Собственно говоря, минус такой подвески некомпенсированный в том, что столбой придется ставить немножко почаще, чем это делалось бы с продольным цепной. Как мы видим, на мосту опоры стальные. Также у нас такие опоры существуют в районе Древлянка, на Лесном проспекте, в Оссасинском шоссе. А также существуют на улице Ригачино и немного на набережной Баркауса. В остальных местах это единичные случаи. К примеру, как у бывшего фонтана Юность на проспекте Ленина, около перекрестка Ленина-Керова. Начинается небольшой участок продольной цепной контактной сети. Точнее, продольной цепной подвески контактной сети. На удивление, она закончится уже около улицы Гоголя. Как мы видим, пока что все не оборвано. Никаких посторонних элементов на контактной сети нет. Вероятнее всего, она запитана. Вообще, как я знаю, в троллейбус на сети где-то 550-600 вольт. Это довольно немало. Я думаю, вас убьет, если вы прикоснетесь. Как мы видим, пешком я уже здесь минут 6 прошел. А я уже поллинии прошел, по сути. Осталось еще половину. Бывшие воинские казармы. Тут какая-то военщина была. Вот в этих зданиях, что вы сейчас увидите. Точнее, в одном здании. Там еще сзади есть такая же. Сейчас, конечно, здесь жилые квартиры. Кстати, девятая школа. Думаю, кто-то понял, о чем я. Почему она девятую школу показала. Немного насморк мешает. Но для такой погоды насморк это нормально. Особенно, когда я хожу без головного убора. Как мы видим, я не соврал. Подробная цепная подвеска действительно заканчивается на перекрестке Антиканина-Гоголя. Нескла неубранная. Что нормально для города Петрозаводска. Те хрен я тебя ненавижу. Как и много чему я говорю в городе, что я это ненавижу. Так делать нельзя. Не повторяйте. Переход на красный цвет светофора. Если, конечно, не перекресток Первомайский-Железнодорожный, где сигнал просто чуть на 3 секунды позже загорается. Остановка улица Гоголя. Там, где был светофор через улицу. Просто там была остановка улица Маршала Мерецкого. Вот, собственно говоря, остановка улицы Гоголя. Как мы видим, здесь тоже подконтактная сеть выполнена двухплечами и подвесами. В таком виде контактная сеть выводена аж до центрального рынка. А центральный рынок это перекресток Антикайнина и улицы Красной. Антикайнина, кстати говоря, улица. А вот уже 10 минут записи видео. Такой можно сделать уже вывод от того, что я нахожусь на перекрестке Максима Горького и Антикайнина. Город маленький. Можно, конечно, побежать, но не хочу. Я набегался. Авиакассы как тут были, так и остались. Я и не прогадал, что я пошел пешком. Цветофор мне зеленый. Ну и вот последний участок. На удивление тут авиакассы еще с советских времен. К сожалению, название остановки тут я не помню. Возможно, тоже улица Антикайнина. Хотя, возможно, остановка называется авиакассы. Точно не уверен. Ну и вот финишная прямая данной неиспользуемой троллейбусной линии. Тут находит стадион Петергау. Ну, а тройка тут также есть. Далее я вижу троллейбус, который, к сожалению, прямо не поедет. Недавно, еще несколько лет назад здесь стояла будка, который продавали проездные. Две тысячи для обычных граждан по 400 рублей для студентов и школьников. К сожалению, у меня нет проездного. кто-то видео смотрит. Кто-то видео смотрит. Ну, как мы видим, сходная стрелочка находится не в очень хорошем состоянии. Некоторые изоляторы изоляторы из дельты древесины просто потеряны. Вероятно, так было и при движении. Автоматическая стрелка СТУ-5. Как мне память не изменяет. Все здесь хорошо. 3D-3 древесины как-то в конструкции заложено. Есть все хорошо. Вероятно, по ней сегодня также можно проехать. подпитка, которую никто не срезал. А зачем действительно срезать? Итак. Линия, которая идет от остановки университета, поворачивающая Антиканино вот сюда, она никакими маршрутами не используется. Она служебная. Линия же, которая идет по Антиканино и поворачивает на проспект Ленина вот сюда. Года так до 2003-го использую с маршрутом 6. Побежали. самый такой продвинутый узел петрозаводской контактной сети. кстати, из-за губности данного узла у нас шестерка ходит через площадь Гагарина. А все почему? А все потому, что с проспект Ленина в сторону Панежского озера не повернуть. В ту сторону контактная сеть была снята очень давно. Аж еще, наверное, в годах 70-ре. Мир не меняется ровным счетом никак. Как тут торговали много лет назад, так и сейчас здесь торгуют. Собственно говоря, скрадная стрелка. Как я слышал, эта стрелка очень плохая. Но на вид это на вполне ничего. Нерациональное использование подвесов вообще нерациональное. Можно было просто трос немножко продлить и все. Или просто новые тросы здесь вставить и все. Не думал, что это такая большая была бы проблема. Они три подвеса сюда всунули. глупость несусветная. Автоматическая стрелка. К счастью, ее все проходят направо. Причем направо проходит на обестоке, как это полагается. Она до сих пор никак не заблокирована. вот так тоже делать не надо. Ну да ладно. Хотел показать вам просто линию, которая не действует. Покажу дальше немного действующую. Влага позволяет мне время на светофоре. аж целых 30 секунд мне. Целых 35. Остановка центральный рынок. Начинается продорно-цепная контактная сеть. опора, как мы видим, такие стальные из труб. Не помню, упомянул я, что они тут есть. Но как мы видим, они еще есть от центрального рынка до моста на улице Антикайнина. Здесь, к счастью, мост закрытия обошел. Скорее всего, сделано специально. Потому что понимали, что так троллейбусы в депо просто не доедут. А линию, к примеру, по улице Шотмана никто строить не хотел. 366-й по восьмерке едет с рекламой сети Линго. Сети Линго, точнее. Как мы видим, подвеска выполнена. На узлах подвески без кронштейнов прямых консолей так называемых. 289-й по шестерке, как обычно. запись идет уже целых 18 минут. Кстати, здесь по сути исторически здесь самая старая троллейбусная линия. Потому монтаж конечно нет. Если исторически считать именно в том плане, что когда она впервые появилась в 61-м. А если считать, когда ее последний раз обновляли, то в году так наверное 2003-м 2004-м. Потому что до этого здесь не было продольной цепной подвески. На старых фотографиях вы ее тут не увидите. Время 4.43 Четверг 8 октября Зачем мне эта информация вам не знаю Пусть будет Ну и вот сам мост как мы видим русло реки Неглинка очень огромное при этом сама Неглинка вот такая маленькая может вам видно может вам не видно вот такая маленькая река так ее народ не глад речка под накид сейчас мы перейдем по пешеходному переходу тут одно из исторических мест которое умудрилось сохраниться до наших дней как мы видим здесь сейчас вышло так вот автомобиль скальговато немного ну вот здесь тоже раньше были простые в двухплечии подвесы когда-то флаги были скорее всего это на 1 мая были флаги на 7 ноября ну вот какая-то непонятная конструкция современная кстати вот что тут было откуда взялась вот эта дорога дело все в том что на время реконструкции первомайского проспекта когда первомайский проспект стало не самой дорогой улицей наверное Карелии или может даже Европы я не сужу тут когда-то оборачивались троллейбусы как раз таки у кинотеатра колебало вот тут там где сейчас стоят машины у светофора поворачивали вот сюда здесь вот так немножко проезжали вот сюда заворачивали как мы видим даже какая-то остановочка осталась скорее всего именно тех времен но удивление там скорее всего троллейбусы прыгали но в то время такого можно было себе позволить подвеска у троллейбусов не была ни гнилая и все с ней хорошо было и самим троллейбусом не более 10 лет было самым старым по типу ЗИУ-5 было где-то лет 15 примерно когда здесь вся эта реконструкция была ну может лет 20 да лет 20 могло быть им вполне так вот сейчас конечно от той линии осталось вообще по сути ничего потому что опоры контактной сети которые стояли вот тут на месте этих фонарей скорее всего были временные их успешно демонтировали но по сути если бы данная конечная дожила бы на наших дней она бы конечно была бы бесполезная абсолютно бесполезная но я думаю вполне применение могла бы иметь как мы видим 383 троллейбус по сути ЗИУ-ГМ хоть он и называется МТРЗ там тоже не помню как 6332 или как это правильно разницы особой нету унифицирован полностью с ГМ5 следует по маршруту 5 вот собственно говоря вот кинотеатр Каливала опоры чуть побольше перейдем как мы видим здесь дальше продолжается продольно-цепная подвеска но скорее всего эта продольно-цепная подвеска заканчивалась как раз таки у кинотеатра Каливала ну если так говорить то она начиналась с кинотеатра Каливала и шла дальше 358 также по пятерке я могу предполагать что возможно когда-то была снова к кинотеатру Каливала и кстати очень заметно что пешеходных переходов тоже больше было возможно просто забора не было в то время вот здесь уже кстати была одна из богатых улиц в Европе Первомайский проспект здесь была бурщатка из малинового кварцита улицу строили немецкие военнопленные это еще и так что она по ней была крепкая как заверяют власти в 80-х годах ее пришлось снять как раз таки из-за троллейбуса но мне кажется это немножко ложь потому что как-то в других городах бурщатка осталась и по ним и троллейбусы ездят и ну тот же Севастополь вам например Харьков там Киев там везде есть такие улицы бурщатка и там ездит троллейбус итак время 4.50 уже а я все иду вперед запись 26 минут делится что мне позволяет еще чуть поснимать потому что как я понял ограничение в 32 минуты потом конечно можно начать снимать но придется мне потом долго сидеть в видеоредакторе и все это соединять основной улица 40 очередной торговый центр построенный в 2000-е годы из-за неправильной политики властей нашего города 273-й по тройке 372-й на удивление по шестерке или он там закреплен честно говоря не знаю что я знаю что глянь Продолжение следует... 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 Улица Московская... Важный перекресток... Ну, что чуть ниже троллейбусный депо... Так как я монтировать видео особо не хочу, Поэтому спасибо за просмотр. До связи.